Это не все. Остальные не влезли. По сути, вы перекрыли руки для троллейбусов, которые не бойкнуты. Троллейбусы тоже бойкутуют. Троллейбусы тоже не бойкнуты. Это нормально? Я нахожусь на рабочем месте. От меня ноги вытирают. И почему там еще никто не вышел? Мы уже 2 часа здесь стоим. А вы понимаете, что там кто-то есть? Ну, я думаю, что это акция. 40 минут назад я видел сайм, что салон приехал в прокладывал в почте. Вы думаете, что до сих пор? Двину уже проходил, когда тут уже была акция. Нет, до акции буквально минут за 10 я видел, как господин Славинсус проходил вот здесь в поле и зашел к себе в здание. Какой он господин? Термоед. То есть эта вся заворуха началась, все, тишина, никого нету. Все нормально. Мы все равно не разъедемся, пока есть вопрос этот не решится. Тариф и льготики, льготики, про льготиков надо говорить. Нам либо надо стоять тут, либо надо вообще выделить средства какие-то, чтобы датировала государство льготиков, чтобы бабушка зашла, заплатила, ехала спокойно и нормально. А за пенсионный фонд мы платим 660, никто же ничего, ни чеки не выдают, ничего, мы платим, ни ведомости нам не пишут, ничего. Куда эти деньги идут? Я каждый месяц 660 гривен плачу. За что я плачу? За пенсионный, это живу я за пенсию. Почему не фиксируется это в пенсионном фонде, что идет куда? Что это такое? Что мне назовет нормально? Вы скажите. За путевку отдай, то отдай. Полторы тысячи за маршрут надо заплатить на некоторых, две тысячи за маршрут надо заплатить. А потом качаешься держать эту машину, заплатить, скаты покупать, запчасти. Нет, мы не боимся, потому что у нас назад дороги нет. Нет, про то, что не совсем законно перекрывать дороги. Дело в том, что после этого собрания, которое было два дня назад, уже были рейды по конечкам и все получили тут половину, даже больше получили протоколы. Протокол 683. Протоколы за тех состояния автомобиля. Как мы можем содержать нормальный автомобиль, если мы убыточная отрасль? Если он 3 рубля стоил запчасти, сейчас 30 рубля. А приезжает ГАИшник говорит, все, протокол, не воноюсь. А это пошло с кривановодителя. Даже если он работает на базе. В любом случае. Давайте нам сюда городские власти. Технодар?